23 октября июля 2016 года я пришел вот здесь живет глушкова неонила александровна и у нее делает отмостку и неплохо делает виталий калиников я сейчас был у бабушки рядом соседи почти это она должна была зайти сюда и не видно где-то ну можно же пройти со мной чтобы я не затруднять пойдем рядышком и она пожелала сказать тебе слово я подумал что она сюда подойдет вот он где дом их вот этот витя живет здесь раньше никитин михаил был а сейчас виктор савченко вот мы идем как раз утром рано и за 9 часов нет еще нет вот а это плотниковский дом у них говорит димитрий приехал вот пускали как тому повидать и это хорошо вот так вот можешь здесь подождать я шапки ты виден был мне я зайду вот дверь и сейчас открою серафима гавриловна а где же это вот ее огород о котором она говорила парники все это добрый день кого я вижу вот это вообще а где мама то куда зашла на не знаем где мама приветствую спасибо христос я вчера вас увидел от барабашей пошел а вас нету нигде обошел покричал а я сейчас разговаривал с матерью то ваша награда в сады ходили мы там там были да она сейчас впереди шла мы договорились тут побеседовать человека я привел куда она зашла не знаю а ну-ка зайди я только зашел ну минуты полторы назад сейчас позови я сюда из греции приехал он из греции марина это его же жена куем щеди фамилию он плотников димитрий устинович вот устинов видишь как устинович какие имена были потеряли все владимир до николая одни до игоря вот мы пришли к ним не подумал сейчас прям минута у нас что-то зашла и может быть все устала я не ожидал что ее не будет видно лишь я перед ней ехал я мог бы тут приостановиться то я подумал она раз идет то она дальше и пройдет а когда к тебе заехал обернулся никого сзади и нету она собиралась собиралась скажем и здесь куда я к нему хотела пойти туда нас с этим хотела мужчина побеседовать играет это пойдем туда побойти ей ходить может быть трудно вот он у нее работает и отмазку делает это у нас она говорит она говорит я туда это приду к нему придет да 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 она готовится я пойду туда ну вот хорошее дело ну немножко расскажи как вы там ну какие там новости у вас как и было так и все есть но у нас памяти осталось как вы нас встречали как провожали так и есть так и провожаем опять гости приезжают да для нас это было понимаете там мы были как дома у вас пожили а та женщина боевая которая возила на самому в этом в библиотеку и везде так его мы все в одной церкви мы даже не поговорили но она говорит я горит неправильно с мужем поступаю говорит я его учу все время так он подошел чтобы тебе не ходить от вы подошел сюда ну и иди сюда виталий я ему рассказал про тебя и он высушит наставление какое ты можешь дать ему не знаю как господь откроет ну как откроет пока что есть то ему скажи а то бог его знает я не знаю как как твою жизнь как ты женой жил кто из вас виноват кто прав почему-то разошелся я виноват конечно вот и виновник послушай митя очень интересный разговор раз ты виновник значит ты греховник жена не виновата вот а как ты теперь что тут будешь вести себя как у тебя сын там и вот он ты должен работать ты не должен скрываться ты может быть скрылся ты должен раньше ведь так этих заставляли работать и платить эту сыну ну да так и есть а ты какая как дети дар будет игнат тихонности будет платить какая кету заработка ну скажи что у матушки работал рассказываю у батюшка вот помогаю кому надо но это не всегда у тебя я приехал просто это думал сына привезти в лагерь то хотел нужно клевете поверила что тут какая-то секта не по ней не понять чё и она не да ну как сказать забоялась она хотела сначала то но когда вот услышала клевету и виновник я бы тебе не доверила сына да я бы тоже так поступила наверно правильно сделала ты виновник ты его вот и ее бросил я ее не бросал она сама ушла ну ты к матери убежала условие такой создал что она убежала вот это условие ты дает значит ты виновник ты должен перед господом богом ты должен какой-то обед взять раз ты виновник как ян зата уж говорит без наказания грех не справляется это ян зата уж вот так ты как бы ты не делал так ты а ты должен какой-то подвиг взять и этот подвиг ты должен нести до самого смерти вот она тогда и летит исправить у тебя от и виновник а я чувствую хоть и хоть и и гнат их ночью говорю его не надо бы держать я ему затей за тебя говорила он или меньше говорю да так вот он или меньше говорит его он здесь он не должен быть есть правильно вот так вот есть я снимаю тот день выслушивая слушает у тебя кладезь мудрости опыта жизненного вот я не знаю как ты как это будет больше и тебе говорит ты должен взять какой-то подвиг чтобы и это и это пока ты живой его исполнить это ян зата уж без наказания не справляется грех это не мои уста не мои не мой ум но больше я не знаю что с тобой как ты будешь взять должен еще послушание нести ты не ты должен его до это до его 5 годов кормить одевать обувать а тут я не знаю теперь ну ты вот там побудешь там побудешься а это каждый месяц то должен высылать ему я даже вот господи прости меня я даже у меня был такой говорю и гнат тихонович набрал хлеб на хлебников лентяев говорю набрал вот мой ум такой работал как и хочешь меня так и суди вот почему лентяй они наоборот здесь трудятся они не лентяи ну как как он живете он ну кто его наймут а потом все зима придет где ты будешь работать зима будет а ведь и его надо кормить тебе надо где там устроиться работать но на осень мы уже договорились игорь и отказывается работать женя обрабатывать зерно а его берет то есть на на осень у хорошо заработать у него был чтобы заработать да а вот на зиму это уж я не знаю как ему нужно сказать о молитве он иногда без молитвы ложится вечером спать даже он учился в трех семинариях отовсюду выгнали а вот он мне не по душе почему я тебе сказала что ты его держишь может быть обиделся скажет много знаешь а он меня не по душе вот того выгнул говорю а следом это должен уйти видишь даже если он на моленью лентяй ну а какой тебе татый полик брать то лентяй богу молиться не дорогой вот я вот игнат тихонычу рассказывала как я пахала пахала внутрь помолилась и ушла на в огород и это работала работала отправилась надо сделать а я уже устала я я прихожу к образам и говорю господи а что я тебе принесла я принесла говорю немощь тебе со скромной душой это все говорила да и меня поманулась и на поклоны а я вся разбита и все а мне только лечь надо лечь вот это дьявольское отношение он тебе укладывает вот это никогда не верь первым откатка отклони и меня поманула на поклончиков ну правда поклончик первый сделала тяжело все так и 2 вроде полегче 3 полегче иисусу молитву десять поклончиков положила а потом думаю матерь божья надо матерь божья и я уже разработалась как машина вот а потом пошла 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 так и у меня уже шашечки все все суставочки они у меня все на ходу этот на опыте уже мне господь показал девушка на своем опыте я вот вот думаю как надо же еще после этих сколько-то у меня иконков есть там положила поклончики всем положила поклончики вот и все и я дьявольское отношение в нем она сидит в нем сидит вот я тебе говорю если ты хочешь дьявола убить среду пятницу полюбить в рот не брать не чтобы ты или в рот не бери пока солнышко не сядет вот когда ты дьявола убьешь вот это есть большой это когда ящик казахстане была батюшка федор он покойник поменил господь во царе твоем он рассказывал 10 а подвигов 10 а подвиг вот это самый подвиг первые я услышала что пятницу среду не едят и и даже некоторые и по деньгельничек берут а хитроти же боже михаила с наганом а саблей среда с наганом а пятница просковья все оружие в ней вот все оружие вот такая какой подвиг то и вот этот подвиг он пошел вот этот самый вот вот этот подвиг в первой любви а там ноги а кто второй подвиг возле молчания вот и печать проси господа бога печать на уста положи меня господь уже слышит он даст это сарафима говорила у него это трудно при детях начинает противоречить противоречить вот эти храм он один друг остался и придем храма он один остался в лагере зачем как остался по карманам шарится зачем ты один остался как и на тихонос грех мой это грех грех путать его но с нем надо же борьба борьба помни христианин он должен всегда в борьбе своим грехом всегда я должна в борьбе вот это вот видишь какой ты вот я же говорю мне не по душе у него лично на животе сало много я говорю ты начинаю поститься как следует у него сало как у свиньи на животе и сначала возьми одну пятницу не все ружья если господь тебе укрепит а это они две сестры среда и пятница ты должен взять и среду это взять это пятницу ты взял это одно крыло а с одним крылом не возлетишь вот а ты должен взять среду чтобы тебя было два крыла вот двумя крылами ты тогда поборись а потом глядишь может быть и и возьмешь и понедельничать и тратилью божий михаила он же ведь этого дьявола сбросил туда горе вам будет вон там у это а вот сейчас там и горе вот он этот дьявол который спустил и на землю и сбросили его вот он и и входит а он слабенький он видит что такое ты слабенький видишь видишь какое дело он очень ленивый в работе он идет вот так вот покажи как ты ходишь маленько поперевались вот ему бежать он вот так вот идет если кто-то тяжелое бревно поднимает ягода бегом бросить он идет тот уже спину надрывает он даже не пошевелится он как тюлень на берегу ему тяжело будет бороться но я говорю по беседы покажи сколько лет тебе 38 а 38 38 и 90 и вот этот огород какой большой все все она ведет у нее растет все несколько раз лучше чем у нас в лагере это ее сын стоит приехал из греции второй там он володя у нас очень хорошее отношение беседовать господом богом вот я вам еще один опыт расскажу когда я пошла в больницу вот делали операцию мне этого жирвейка вот и он начал начал расти второй раз вот ну и бачки тоже мне сказала я слышала от ножа если сделали операцию от ножа может быть рак и вот мне поинтересовалось пойти в больницу и узнать рак это или не рак а я а мне сказали который делал операцию врач он и уже не работает оказался он уже опять тут и когда мы это пришло моя очередь да сидела я два часа сидела на на очереди а ум у меня беседу господом богом и я только говорила господи вложи доктору как угодно чтобы не его были слова а были твои слова вот это вот вот это вот все мне вот эти два часа мне только вот эту говорила вложи это доктору это твои ушта как угодно так и поступай со мной пришло мне очередь захожу я когда я увидела его говорят так ты же это меня и делала операцию он когда а ты помнишь как ты делал а он говорит как не помню мы тебе часто вспоминаем как а ты говорит это крепко а я говорю я не одна я с господом богом кто крик крепко бывает только с господом богом вот он делает операция молюсь и вот когда он сделал операцию я тоже решит на тут и мне сестры забинтовывают а он вышел а леночка это с ним она меня возила и она выходит с ним когда он как вышел а здесь все больные же все а а он говорит ну и бабушка говорит ягодь ее оперирую она хоть молится и молится так вот где сила-то сила-то бей по беседы с господом богом ладно и вот когда самая пришла я вот к нему это второй раз и он тут он говорит мы часто вспоминаем вот и потом он он меня еще не смотрел ничего а говорит а это не рак видите вот первое слово я что за это пришла узнать рак а он не смотрел еще ничего а говорит это божий это кто говорит господь его слова а это не рак второе слово слышу от него а можно и не делать как вот я вспоминаю его слова то вы знаете как радостно мне это было вот но я все-таки же опять и вот когда самое он так сказал а мне уже игнат тихонович ушли эти слова что я просила господу богу вложить мне уже замстила это вот и он тогда став стал смотреть меня стал смотреть и там жесткое это он говорит это не это не надо а вот это ты хочешь все а я тогда говорю давай сделаем вот так вот личикак давай сделаем но бог это было не угодны мои слова он тогда говорю ну давай а потом пошел да говорит инструменты не готовы как господь все это сделает все отложил мои слова а взял его слова давай ведь на среду говорю ладно давай на среду когда на среду ты отложили вот вот тут ты мне ум заработал его слова это не рак а а можно и не делать и мне мысли игнат тихонычу еще посоветоваться с ним когда я к нему пришла и говорю а он говорит не надо второй раз делаешь делаешь вот этот будь рак этот рак будет ягодица нас про себе стал говорить как он первую операцию сделал вторую год а сейчас мне очень хуже говорит стала еще и мне как-то я от него то шла и а тут как раз вечерние говорю никуда а у меня номерок взяла еще у меня с глазами плохо уже начинается это а мы взяли номерок уже глазному и тут махнул рукой и не ладно и не поедем кто и знает от как мы вернемся от у службы на хлеба говорю не поеду и тут и это снимут вот как господом богом ты побеседуй с ним только не словами а чтобы у тебя была внутренность работала чтобы сказать оленность брось 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 не надо вот а ты уже сказал вот я говорю все моя нуперность она понимает господь открывает выгнуть его надо если он если не будет исправляться выгони вот не надо не надо есть ли он уже к молению плохо и чё его это дармо это кормить его я им это говорил я говорю советское время у нас были нормы аккордные наряды ты на компот семье не заработаешь он лишь пришел а бы как все а бы как первый раз пришли туда он не знает что делать топором и лопатой я говорю надо отрубить корни он берет лопатой рубит место топора он выходит палец о палец не ударил не исправляется выгони выгони он в нем сидит хороший и у него я ему это как раз и говорил всегда я говорю тебя каждый на каждой руке по нечистой силе да в нем товарищи сейчас встретишь курить опять начнешь блудить и опять пойдешь по наклонной надо богу молиться поститься крепко работать до седьмого пота а вот после этого меня дьявол будет искушать да за это получил как сказано по учению получишь а дьявол мучения ну как бы не делал но господь силен силен господь вот он искушает мне даже вот когда вот помолись сюда не прими господь хвалу оба славу твою помолись и потом сажусь на постель четко в руки ты знаешь как игнат тихоныч они тебя уже уже господь открывает все а теперь вот скажут это за себя явно что я мне господь показал такой было мне это как говорится ревность богу и я пею пою пою на кухне сама убираюсь готовлю сама обводе телевизор смотрит сын ваш а ему сколько лет от 60 ему нужно пенсию на пенсию ага его а он телевизор смотрит а я на кухне тут и мне такая ревность богу я пою 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 самоделы все пою все стишочки перепела потом гляжу бах прошел володя а мне чет в воде нужен ага и я тогда бросил это все бегу володя 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 на веранду нету я с веранды вышел на улицу нету я тогда вернулась и в зал глядь а володя как лежит так и лежит дьявол сидел с ним рядом дьявол смотрел и ему и тогда говорю вот вы да в чем дело а мне и ум заработала ему тошно стало говорит твоего это думал он думает ты перепис перестанешь и вон как он выскочил а мне показался володя господь открыл открывает духовная чая пока не откроет это духовная чая ты не увидишь а потом ты будешь видеть его как он за тобой ходит как он тебе как он тебе это творить над тобой вот они так и живая сейчас 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 у меня живая история если бы был вот такой ум работал бы чего тос помоложе когда было вовек бы не согрешила а сейчас все и сейчас так радостно игнат тихоныч когда все господь тебя слышит и он тебе открывает все как тут вот мы с ней вот что она говорит мы настолько понимаем у нее бывает иногда такое она прямо идет среди дождя к нам приходит мы идем как будто одногодки с ней она то захватит что-то принесет вот она говорит как ты упала к тебе ангел то поддержал то слушай ну был у меня такой откровение да не только и читает чтение . на ночная бога молению господь начну и были в день и вот ночью надо вставать молиться в 12 часов чтоб ты был на молении вот где ты его убьешь 12 часов дня это подход на святой он да это его спрашивает как ты молись и а он говорит 12 часов что дни и дневное и и 12 часов ночное вот и он молится царю небесное и до верою помолится его на 12 часов он же чтобы вот ложился вот и у меня и поманулась и стала ну тут вечером я поужинаю там 8 или 7 и ложусь и я отдыхать чтобы мне в 12 часов стать быть на молении да и вот это стала я проснулась в воде там опять это он когда телевизор смотрите какой маленький а мне моление на кухне он там смотрит а я на кухне да ну я тогда это тут выключила свечу проснулась я проснулась и он выключил уже лег лег он и я тогда встала и свет зажигать протянула руку а мне вот я вот и бак а тут тумбочкой я как об тумбочку боком хоп а потом какие-то руки меня взяли да так как такие приятные такие теплые и так мне положили на на эту на пол я лежу и вот Володя услышал погром зажег свет подходит мне и говорит мам вставать надо а меня не хочет вставать такое прям приятно лежать а я говорю я сама встану и он ушел я лежала лежала ну чего вставать встала и сижу сижу и говорю господи а что же случилось со мной со мной никогда этого не было и вот мне здесь откровение а ты же встала-то не на веселье а встала на моленья а грешочку быть тошно а он тебя стукнул но ангел тебя и положил вот ведь какой это все наяву это не сон а наяву так вот обратись к господу богу открой оно еще спит у тебя там там же спит там еще ты это вот душенька она как говорит в затворе она сидит когда мы святому дьявол подошел и говорит ты уже совсем старый тебе почти 90 лет еще десять лет будешь мучиться 10 а я горит на 50 приготовился дьяволу так неприятно что он провалился ушел ты вот бей именно этим а у тебя как только еще не так я уж подумал мне искушение подходит вы меня гнобить и здесь гнобить и я уж думал убегать я горит и тут научишься работать он со мной когда работает я его гоняю он может работать то может но он привык это сало беречь на животе это не годится я говорю так и он при том на помощь не спешит вот явно человек тащит ну подходит схвати другой канон конец бревна то он спокойненько так идет то есть он бережет сало на животе растрясти его боится а я уже это ну гоняю шпеняю его но не дай не знаю вы справишься его и не справишь а в нем хороший сидит я ему эти слова так и говорил хороший сидит но не знаю так и скажи виталий как я тебе мог сказать это на каждом руке накажете а сидит по одному черти говорил он еще зубы скалит видишь он все у него улыбка улыбка это не улыбка нахмелка он я его вижу прямо он сейчас возвращается старые товарищи выпивка и все сразу пойдет он плотской у него сердце как жорнов а мозги у него как два булыжника тяжело тебе будет тяжело тяжело я его прям гром менее по душе у нее я теперь так сказал ты того выгнул и этого выгоняй я тебе сама говорила она говорит про романа который был приезжал и в этого это господь сказал тело убивай а душу спасай а ты за тело а вот ее надо убить эту тело то вот когда ты будешь тонкой молитва будет звонкая понятно смиряю порабощают тело моё павел говорит его порабощать надо это служанка наша а душа госпожа ну ладно ладно все на этим остановимся большой урок получил сегодня как фама майюнский говорил ученику не знаю как как он сам это это будет все я от него выгнете дьявола не будет слушать дьявола у него причина он всегда винить другого виноват священник который познакомил с женой он меня женил я бы на ней не женился то есть не дождавшись брака могут и связи иметь дурные слова не надо дурные так он сегодня чтобы не начал говорить он виновен тот виновен тот я говорю а у бога программы виновен я себя начинать надо да не ищи ведь вину говорит в людях она вся сидит у тебя у меня ладно ладно все все это смотря вот никиту она восприняла он горит идет как офицер какой мне кажется не знаю как смотря на безнадежно шиши руками машет устрашить этого улыбку бросай вот тебе мы говорим о грехах а у тебя улыбка ты должен сокрушаться сокрушаться и смириться и смириться со всеми это должен слушай что он тебе сказал чтобы он тебе это слово не повторял чтобы она у тебя он сказал тебе какой чтобы она у тебя исправлялась и вот тогда она будет это я ему прошу ты на молитве выпроси у бога божий дар слезы да плакать о грехах своих чтобы ты без молитвы никуда не шагу а вот только слезы если на сухую то конечно это сокрушенным сердцем смирением ты должен все господь богу и со слезами ладно помоги все поблагодарю матерь божия помоги но ангелу это ты должен читать ангел просить читайте хоть какие у вас как афис это ему нужен и это я и понедельник а хистратизм божий михаиле хочет ему быть не читаешь но поклончик ему положи вот он будет тебе молиться кого ты просишь тот будет за тебя молиться наше моление дым без огня а кого ты просишь пламя огня вторник а хистратизе божий это я не пророч плечить господний положи ему сколько не поклончиков он за тебя будет молиться среда сам господь тут а вот ему положи несколько поклончик матерь божия положи ты должен на поклонах раз у тебя нету чтения ты должен на поклонях четверг святителю очень николаю это же наш заступник вот он как какой он это сколько как такие видения мне подавал сегодня не бросай он у него сила молитва молись опять ему поклончик каждую неделю каждому таки поклончики пятницу вот это просковье ян затаус говорит не я не бог тебе не поможет если ты сам себе не поможешь обращаться к святым они будут молиться кого ты просишь то ты будет за тебя молиться ну ладно благодарим вас сестра серафима спаси христос так марине скажи скажи беседа это будет не через десять стоять пусть регулярно смотрит они там ноги возьму для себя урок это урок для разведенных вот их для всех хороший урок нам сестра преподала потому что разведенных таких 80 процентов из женатых из 100 мужчин 80 развелись вот какой процент он не пробивной сегодня у него как сатана перед ним щит поставил он все ухмыляется и ухмыляется ему надо более на постные сесть тебе не надо мясо кушать так понял мясо исключено всегда в любом виде мясо ты бросишь намного тебе ум придет и яйца в рот не бери яичные это склероз яичко там душа в яичке душа она имеет виду жизнь жизнь человек это цеплящих вот и мясо и яичку отбрось пока ты не будешь с телом бороться ты это тело захотела а ты не дам это тело наше просит ты вот это все сбросить в очень не одну неделю можешь сбросить а у тебя не подвижки никакой нету ты говорит телу ты будь ублажила когда мне тело попросила вкусно покушать ты любит ублажила а душенька куда-то ведь темный запор посадила вот когда это все вкусный это а канун и анкаре это андрей криски вкануне что говорит там я не знаю у вас как там по по новому а у меня по этому по церковному слоянск вот там и сказано сладкое вкусное здесь я покушаю а там горечу запью а если тут горечь кушаешь а там сладость запьешь это андрей криски нам вот это много тебе если примеру производить но ты еще далеко далеко ну все с богом до свидания благодарим вот так вот обращайся к богу и слушай если он тебе сказал эти слова искали не их но не прикасайся больше тогда тогда будешь борьба должна быть у нас каждый день я его один раз выгнал из лагеря переместил сюда когда дети были он очень отрицательно влияет на детей оговариваться непослушание даже за столом не могу помолчи говорит и сел ешь помолчи и теперь я его взял назад уже работают они они а вот надо было выигнать надо было тебе очень будет тяжело и слушай внимательно не говори что я тебя гноблю я тебя только с телом не будет бороться он не справится не справится только тело оторвешь это души силу придашь душенька у тебя спит она в затворе сидит простите ради христа ну как это в 90 100 лет сколько она перенесла сколько работала одна вдова была это находка для тебя и ты это потом возьмешь и не раз еще посмотришь прослушаешь это у батюшки дом машина стоит это рядом у диакона ну все виталий какое твое впечатление то я с этой стороны стану правильно говорить а истину глаголик так истину глаголе ты начинай сегодняшнего дня сейчас за стол сядешь и уже чтобы тебя ничего там не было удали все оставь свою пищу такую простую самая ешь вот у меня был отец павел он кусок хлеба он такой грузный был и у меня полгода пожил она на три кажется дырочки ремень убавился на стройку идет кусок хлеба больше ничего нету это священник а потом пошел работать такси водить золото искать скую там игорю дубунову команду и все схлынуло борьба с собой должна быть вот она все сказала ну все я пошел спаси христос все с богом